Подходите, уважаемые коллеги, еще раз. Итак, добро пожаловать в ювелирный дом Эстет на открытие 11 сезона крупнейшей в России ювелирной недели моды Эстет Фэшн Вик. И сегодня у нас в открывающей пресс-конференции принимают участие как сами дизайнеры, так и члены уважаемого жюри. Итак, позвольте, я представлю с той стороны Алена Никулина, креативный директор компании «Диксон». Россия, генеральный партнер недели моды по стилю. Десятый сезон уже подсказывает Алена. Валентина Мельникова, председатель и президент Ассоциации моделиров России. Сегодня их показ вы увидите. Валентина Мельникова. Первая модель СССР. Телеведущая, актриса Ирина Дмитракова. Ну и, конечно же, вы узнали, золотой был у нас дискотек в 80-х и 90-х. Появится и телеведущая Наталья Гулькина. Но в самом начале нашего общения я, конечно, с удовольствием хочу передать этот микрофон идейному вдохновителю недели моды «Эстет Фэшн Вик», председателю Ассоциации гильдии ювелиров России и президенту ювелирного дома «Эстет» Геворгиану Гагинку Гургеновичу. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги, журналисты, почитатели ювелирного дома «Эстет» и вообще ювелирного украшения, ну и, конечно, красивых дам и красивой одежды. У нас это 11 показ, 11 сезон, и могу гордо сказать, что мы встречаем 11 сезон. Хорошая погода, это наш специальный заказ для вас, это вот самый главный подарок. Все начинается с погоды, как вы понимаете, в России. Ну и также хочу сказать, что в нашем настроении тоже царит те лучи, теплые лучи солнца, которые вы сегодня ощутили на себя. Приходя к нам, вы каждый раз видите, что мы стараемся, делаем разные новинки, разные проекты, разные какие-то задумки, и в этом показе тоже будут свои особенности, свои нюансы, тонкости. Но мы сразу не будем раскрывать все секреты на все дни, но могу сказать, что сегодня, конечно, это особый день. Традиционно показ наш открывает Зайцев, Вячеслав Зайцев, который только что приехал, и могу сказать, что, конечно, он является нашим постоянным партнером наших показов. Но также будут многочисленные другие показы, но отличительная черта еще заключается в том, что практически каждый день у нас есть детские показы. Я не представлял, что дети такие модницы вообще в нашей стране, да, и что вот каждым годом больше и больше детей. Я боюсь, что наша неделя моды может превратиться в детские недели моды. Может и такое случится. Ну, если даже такое случится, придется нам разделить и организовать еще детская мода. Друзья мои, я очень рад нашим журналистам, которые очень любят нас, постоянно приезжают, поддерживают. Мы тоже рады побывать с вами на разных мероприятиях, где бы ни встречались, встречаемся как друзья. И, конечно, очень хочется, чтобы вы, пересекая наш порог, чувствовали себя, как у себя дома. Поэтому еще раз я хочу поблагодарить всем участникам за то, что нашли время и с удовольствием посетили наше мероприятие. И очень хочется, чтобы это продолжалось долго. Еще раз, с праздником, открытием недели моды, которую, правда, мы откроем через два часа только. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович. Про погоду это действительно правда. Как мы видим, солнышко вернулось в Москву буквально на этой неделе. Я так думаю, что как раз к 11-му сезону. И перед тем, как я передам слово нашим уважаемым спикерам, и вы уже подготовите свои вопросы, я, пожалуй, как журналист журналистам, расскажу, наверное, буквально два слова о программе, которая нас ждет. Все показы очень интересные и прекрасные. Но на некоторые изюминки, может быть, даже субъективные, я обращу ваше внимание. Ну, сегодняшний день, вы понимаете, что день особенный, день открытия. Сегодня, да, и начнется, как всегда, все с концертной программы. Каждый день показов будет предваряться и концертной программой, и деловой программы вот здесь, начиная с половины пятого. Каждый день. А завтра круглый стол, посвященный ювелирной моде, очень интересно, рекомендую, начнется в 4 часа. Завтра же в показах, на что я хочу обратить ваше особенное внимание, будет представлен ювелирный бренд из Якутии. Такое впервые у нас. Вы же знаете, что у нас показ дизайнерской одежды и плюс ювелирные украшения. Завтра у нас будут Якутии. И также обращаю ваше внимание, что каждый день будет посвящен какому-то определенному ювелирному бренду. Будь то часовой компанией «Ника», или знаменитый бренд «Искада», либо, конечно же, первый в России семейный бренд «Геваркян», который будет показан на нашем подиуме 16-го числа в субботу. Ну, а подробнее вы обо всем узнаете на нашем сайте isted.com.ru. Там и расписание, там и новости, рассказы о нашей и концертной программе, и составе жюри и так далее. Ну, а теперь я хотел бы передать слово, слова нашим дорогим спикерам. Ну, наверное, начнем, опять же, с Аленой Никулиной, раз мы идем с той стороны. Спасибо, Володь. Всем добрый вечер. Я хочу сказать, что для нас, как всегда, недели моды очень сложные, потому что с каждым годом требования модельеров и требования модельеров-дизайнеров все больше и больше, они сложнее. Они поняли, что мы можем сделать прическу любой сложности, макияж, в общем, любой сложности. И благодаря уже такой новой, собранной, да, успешной команде эстета мы получаем задолго до недели моды, за месяц, за полтора заявки на те прически, на те имиджи, на те образы, которые они хотят получить от нас. Обсуждаем с ними это все, и в итоге в самой неделе все это мы стараемся воплотить. Действительно большая сложность, что каждый день выступают дети. Для нас это очень сложно, потому что всем детям надо крутить локоны и кудри, это долго. Это очень красиво смотрится на подиуме, но технически это очень сложно. Где-то мне хочется мучить, да, хочется, чтобы все было красиво. И, конечно, для нас очень почетно и приятно, что уже десятый сезон мы вместе. Мы стараемся не уронить лицо, мы стараемся поддержать эстет. У нас очень много совместных проектов. И нам очень приятно, что уже третий сезон эстет Fashion Week приглашает нас показать свое парикмахерское шоу. Оно очень специфическое, очень стилизованное. Конечно, это не парикмахер, но это некое шоу, на которое мы вас все приглашаем 16 числа в день закрытия в субботу. И, конечно, я еще хочу два слова сказать благодарности Игайку Гургеновичу и самому эстету за то, что всегда выбирают очень удачное время для сезонов весна и осень. И в этом году и погода, и то, что сегодня день космонавтики, и вообще начало весны, это всегда приятно, да. Много праздников в одном месте, под одной крышей, такой замечательный и красивый, это здорово. Поэтому всех вас с наступающей неделей поздравляем. Надеюсь, всех вас удовлетворят взыскательные показы. И очень вас всех ждем на подиуме. Спасибо. Но могу опять же, слушая Алену, я вспомнил про некоторые такие изюминки, о которых, может быть, вы не прочитали на сайте, но я скажу, помимо самих показов, как всегда, у нас в зале представлены и выставки различные, интересные, и будут проходить презентации книг, и сегодня вы с этим встретитесь, и 16-го здесь будет будет, презентация книги, вот, уважаемые Яны, вот, как раз здесь, за этим столом он будет сидеть и представлять свою книгу. Также 14-го числа свою книгу здесь представит небезызвестный вам Павел Глопа. С ним тоже будет пресс-конференция, так что прошу вас быть во внимании. Вот, а сейчас я хотел передать слово Валентине Мельниковой. Валентина Мельникова с Ассоциацией моделеров России принимает участие в нашей неделе моды уже очень давно, видела много наших изменений и видит, как изменяется эта неделя, что может Валентина сказать по этому поводу. Какова динамика? Что меняется и в какую сторону, на взгляд, дизайнер? Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде всего, я хочу вас поздравить с таким великим праздником, который сегодня отмечает, и раньше отмечала страна с восторгом и эйфорией, это День космонавтики. Я была свидетелем, потому что была студенткой, это мое время было, Советский Союз. Прошло всего 16 лет после окончания войны. И наш человек в космосе, Юрий Гагарин. Это было, можно сравнить, только с праздником 9 мая, когда все бегали по улице, обнимались, целовались с цветами на Красной площади. И затем такой же праздник состоялся в 63-м году, когда уже впервые в мире женщина-космонавт. Это был праздник женщин. Это 8 марта сравниться не может. Поэтому сегодня мы благодарны, что вот такой день, именно в этот день, и показ, и праздник, это все должно слиться воедино. Чтобы, вы понимаете, вот сейчас немножечко мы отучились от того, что, ну, радуешься, что вот эта радость выплескивается на улицу, так как вот идет. Мы, может быть, другое время, другая страна. Но и мы решили свой, вот на своем показе немножечко вернуться к тому времени и посвятить его Валентине Сережковой, поскольку 20 лет. Мы проводим фестиваль «Дне российской моды» в Европе по линии Роза-Рубеж-Центр. Ну, раньше это назывался «Дом дружбы», который относится к МИДу России. И с 1994 по 2004 год Валентина Владимировна была директором. И она помогла становлению этого фестиваля. Он проходил во всех столицах, в наших российских культурных центрах, мы были во всех столицах Европы. 31 фестиваль. 300 модельеров съездило за это время, и все время был аншлаг. Это очень интересно. И сейчас я хотела бы поблагодарить эстет, что они внимательно относят к моделеру. Много изменений. Разные люди, разные требования. Но мы уже привыкли к изменениям и другого рода. Так что все изменения всегда будем считать на пользу. И мы их будем всегда приветствовать. Спасибо. И нам приятно здесь участвовать. Спасибо, Валентина. И вновь я передаю микрофон члену жюри. Уважаемой Ирине Петровой. Добрый вечер. Действительно замечательный и солнечный день. Я очень рада, что я привезла хорошую погоду. Я очень рада этому. Для меня сотрудничество и дружба с неделей Мода Эстета длится уже несколько лет. И я очень рада, что очень многие свои проекты именно реализую здесь, на этой площадке, в этом доме. А это действительно дом, потому что, когда что-то мы делаем, мы все объединяемся и живем одной большой семьей. Как сейчас, это неделя Моды. Мне очень приятно, что... Вообще для меня этот год, он юбилейный. Во-первых, у меня 25 лет. Вот есть у артиста творческая деятельность. У меня тоже есть 25 лет творческой деятельности в этом году. Причем официально. Причем официально именно по трудовой книжке. Потому что у меня в трудовой книжке есть запись «Дом моделей Кузнецкий мост». Раньше наша профессия называлась так «Демонстратор одежды», «Манекенщица». А еще я была бригадиром по «Манекенщицам». За это еще доплачивали. Вот у меня это все прописано в трудовой книжке. И в этом году, вы знаете, да, вот буквально пару недель назад прошел как раз сериал по Первому каналу. Все его очень активно обсуждали. И мне тоже звонили с Первого канала. Приглашали, поскольку все-таки действует дом модели «Кузнецкий мост». Это мой родной дом, в котором я проработала много лет. Для меня все это очень близко. И хочу сказать, что я безумно благодарна человеку, который увидел меня тогда 25 лет назад. Это Александр Данилович Игмат. Это, вы знаете, он был личным партнером Брежнева. Это мой художественный руководитель, был дом модели «Кузнецкий мост». И мой учитель, и такой как бы крестный папа, скажем, в модельном бизнесе. Поэтому свой юбилей я встречаю вместе с неделью «Модоэстет», творческий юбилей. А в прошлом году, получается, да, мы, те, кто были, помнят, что мы сделали замечательный вечер здесь, память, ушедшим легендам из мира моды. И у нас был прекрасный вечер, прекрасный показ, который имел большой успех. Мы вспомнили замечательных людей, кто творил моду в нашей стране, кто начинал. И я очень благодарна «Неделе модоэстет», что когда-то я вывела, в принципе, детишек на «Неделе модоэстет» впервые. Мне понравилось. Это был детский показ благотворительный. Мы вывели детей на сцену с Владимиром Бекью с ограниченными возможностями. И это дало продолжение. Сегодня в рамках «Недели моды» очень много детских показов. И я рекомендую, на самом деле, сделать какие-то, действительно, может быть, такую детскую неделю, потому что этого у нас еще нет. Поэтому это будет очень хорошим таким началом и хорошей идеей. Спасибо вам огромное. Спасибо, Володь, тебе. Спасибо, Кайга Георгиевича. Спасибо огромное вам. Я очень рада быть с вами. Спасибо. Я чувствую, нас все более и более склоняют к «Детской неделе моды». Как-то вот в этом сезоне «Вектор» так сместился уже. В прошлом сезоне уже у нас концертная программа была очень насыщена участниками проекта «Голос дети», ну вообще и «Голос», и «Голос дети». Это было, видимо, предвестием. А в этом сезоне оказалось столько детских показов, что действительно уже идея делать, ну, по крайней мере, детский день в рамках «Недели моды» уже летает в воздухе. Хотя в прошлом сезоне мы это делали. Видимо, придется вернуться к этой традиции. Ну и, наконец, я, наверное, позволю себе, пользуясь правом микрофона, задать первый на сегодняшней пресс-конференции вопрос и сразу обратить его к Наталье Гулькиной, избавив тем самым Наталью вот от такого слова. Хотя могу дать и слово, если у вас есть. Нет, нет, давайте вопрос. Вот я знал, я знал, что так, поэтому я переиграл эту ситуацию. Итак, мы все знаем Наталью как замечательную певицу и телеведущую. А вот как ваша творческая жизнь соприкасается с миром моды? Каким углом, каким калекором и под каким, я бы сказал, соусом? Во-первых, здравствуйте. Мне очень приятно сегодня быть здесь вместе с вами на этой замечательной пресс-конференции с такими прекрасными, выдающимися людьми. И вы знаете, я считаю, что эстрада и вообще, в принципе, женщина это, ну, так сказать, неотъемлемая часть моды как таковой, понимаете? В общем-то, мы, артисты эстрады, ну, раз сами несем какие-то модные тенденции в народ, вот я, например, могу сказать, по 90-м годам, когда на моду не выходили в лосинах, ну, на подиум, а мы выходили, в общем-то, ну, вот как-то так было, не было тогда возможности, чтобы нам шили модельеры, ну, конечно, у кого-то они были, но не у всех, скажем так, да? И мы занимались народным творчеством, делали сами бусы какие-то, делали сами всевозможные браслеты, ремни, значит, цепляли на обычные кожаные ремни, которые мы покупали просто на рынке, какие-то красивые брошки, и издалека это смотрелось роскошно и великолепно, и никто не понимал, откуда у нас такая вообще роскошь взялась, да? И это стало стилем определенным, и вот сегодня, когда говорят стиль диско 80-е, он обязательно приветствует пайетки и всевозможные такие яркие аксессуары. То есть, да, то есть мы тоже, знаете, эстрадные артисты внесли свою лепту в моду, и поэтому считаем себя неотъемлемой частью. Я очень благодарна всем вам, что вы творите такую красоту. Это нужно, это необходимо, это как лекарство, да, это как праздник. В общем, все самое лучшее связано именно с этим праздником, и, конечно, сейчас, в данный момент, с неделей Мод Эстет. Спасибо всем, и я уверена, что сегодня будет потрясающий вечер. Здорово, что все мы здесь сегодня собрались, друзья. Спасибо, Наталья. Ну, как вы уже знаете, Наталья сегодня возглавляет концертную программу и выступит вообще сегодня в двух качествах, как певица, собственно, и как член жюри. То есть вот уже у нас мода и эстрадное искусство уже сегодня переплетутся. Итак, уважаемые дамы и господа, я вижу, чуть-чуть вы подрасслабились. Теперь ход за вами, и мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, поднимайте руку, я передам микрофон, называйте издание и себя. Ювелирный дом эстет. Показы моды эстет отличаются от всех остальных показов, прежде всего, замечательными концертными номерами, которыми сопровождаются показы. И сами показы становятся не просто скучным хождением по подиуму, а это, как правило, либо какие-то художественные номера, это включается и балет, и танцы, и спортивные какие-то элементы. Скажите, пожалуйста, откройте тайну, что ждет нас в этом показе, будет ли что-то особенно интересное в этом плане, в плане показов эстрадных концертных номеров? Это вопрос, наверное, вам, вы, наверное, знаете. Да, действительно, программа будет насыщенная и богатая на разнообразные жанры, как и всегда. Наверное, имен каких-то не буду громких называть, одно имя вы уже знаете. Пару других имен вы можете посмотреть на сайте даже больше. Обращу ваше внимание, что помимо эстрадного искусства пения будут также и танцы. Вот, например, в пятницу у нас планируется очень интересный танцевальный номер, где в танце будет представлена ювелирная коллекция. То есть коллекция бренда Геворкян будет вот в таком интересном преломлении в эстетике аргентинского танка. И также в день закрытия у нас тоже планируется необычный танцевальный номер, но об этом пока я умолчу. Вот, и также в некоторых показах, не буду говорить в каких, тоже будет присутствовать, собственно, элементы живого выступления. Еще раз рекомендую обратить внимание на наших дорогих друзей из Якутии, которые будут завтра. Они тоже готовят не только такой модный сюрприз, но и музыкальный. Я ответила. Пожалуйста, вопросы к нашим дорогим спикерам, а то они скоро убегут по своим важным телам. Друзья мои, коллеги. Анастасия Голознати, канал МИР. У меня вопрос к Алене Никулиной. Главный вопрос. Вот вы каждый раз должны, ваша команда должна обеспечить, наверное, сотни моделей в день, так, примерно, 120, практически угадала, моделей в день, прекрасные прически, прекрасные луки. Вот сколько людей работает в вашей команде и успеваете ли вы все? Или если что-то вы не успеваете, то у вас какие-то хитростые трюки, чтобы вот закрыть, успеть-то? Спасибо, очень такой в тему вопрос. Команда в среднем состоит, ну, от 15 до 20 человек, потому что очень сложно, ну, 120 моделей, представляете, особенно, когда детки, деток нельзя уколоть, нельзя обидеть, нельзя обжечь, надо с каждым поговорить, надо с каждым раз лечь. И 20 человек, в общем, осиливают это. Это все происходит в течение 5-6 часов, с 12 до 6, да, иногда там, с 2 до 6. Достаточно напряженный график, но у нас очень мало студентов. В основном мы работаем со своими стилистами или со студентами, которые уже закончили колледж, или с парикмахерами, которые уже поработали, да, на предыдущих каких-то неделях. То есть это мастера с опытом, которые, в общем, за час могут сделать 3 работы. Это хорошая скорость. За час 3 работы. Причем полноценные, с накруткой, с начесом, да, с финализацией. Все мастера хорошо работают со стайлингом Dixon. Это итальянский же бренд, да, стайлинг очень понятный, очень простой, очень доступный. И никто не отменял шпильки, невидимки, резинки, то есть ловкость рук. Но еще раз повторюсь, все мастера, основные мастера чемпиона мира, помогающие мастера, это люди, которых мы растим, мы их занимаемся ими 2-3 года. Вот они такое крещение проходят по его. Ответила? Да. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы? Ирина? Добрый день, друзья, добрый день, коллеги. Я Каримова, Ирина, fashioneducation.ru. Я, вы знаете, у меня вот такое предложение и вопрос сразу. Ну, во-первых, друзья, журналисты, я искренне вас призываю в этом году обратить внимание не только на известных дизайнеров, на которые мы привыкли ходить, но и посмотреть именно молодые бренды. Потому что им, конечно же, всем нужна наша поддержка, поддержка медиа. И у меня вопрос, соответственно, к Владимиру Преображенскому, как арт-директору Estet Fashion Week. Владимир, на ваш взгляд, кто обязательно достойный внимания журналистов, на кого вы бы посоветовали обратить особое, может быть, такое журналистское око? Спасибо. Ага, потом его темную где-нибудь устроить. Да, это опасное заявление. И вновь Преображенский сказал про Якутов. Как вы уже понимаете? Вот. Но на самом деле, как я уже сказал в начале, дипломатично, все показы интересные, но это действительно так. Потому что кого-то интересуют изумительные детские показы. Вот в прошлом году, я не очень помню бренд, какой был, рыдали все от счастья, когда вот эти вот малыши были в костюмах Петровской эпохи с этими локонами, с ботформи. Там вот удивительно. И насколько я знаю, даже вот одно издание... ...кредитовалось детское радио, как это называется. Их интересовали только детские показы. Так что вот этот клинкор. Конечно, как мужчина, не могу не отметить одного показа. Один показ, он будет в пятницу. Это будет показ Нижнего Белья. Это из показа Нижнего Белья. Да. Из Латвии будет бренд Грация Рим. Кстати, он представлен у нас в шоу-руме. Можете посмотреть уже и посматривать заранее. Ну, а в пятницу все будет на подиуме. Конечно, не могу не отметить финальный показ нашего друга, давнего парижского кутерея Набилия Хаэри. Он будет 16-го числа, день закрытия. И вот как раз будет совместный показ Набилия Хаэри и бренда Геваркян, ювелирного бренда Геваркян. Ну, я, наверное, избегу дальнейших каких-то комментариев. Про каждый бренд вы можете почитать у нас на сайте, ознакомиться, даже посмотреть какие-то фотографии, ну, и составить свое такое анонсирующее впечатление, которое вы потом подтвердите или опровергните, посмотрев сам показ. Дорогие друзья, у вас такие ценные сидят спикеры. Вы их теряете. Это неправильно. Мария Ирунов. Мир новостей. Вот я, кстати, хотела спросить, а почему до сих пор нету какого-то такого фильма исторического по поводу как бы данного мероприятия? То есть тут столько прекрасных моментов, когда я бегаю с камерой и снимаю, так сказать, бэкстейдж. К сожалению, я не снимаю видео, хочу этому научиться. Вот, может быть, уже как бы стоит перейти к тому, чтобы из этой как бы нарезки, которая наверняка есть, потому что я вижу, что столько операторов сделать полноценный фильм. Ну, мне кажется, это вопрос не к этой части зала, это скорее вот туда. Дорогие операторы и фотографы, почему до сих пор нет фильма про эстет фальшивики? Так не заказывайте. В пользу случая заказывайте. Объявляем тендер. Итак, друзья, еще вопросы, пожалуйста, к нашим спикерам. Тиф Медиа фэшн концерта, вопрос к первосоветской модели. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие модельного бизнеса с тех времен и вот сейчас? Спасибо. Спасибо большое. Начнем с того, что в то время, когда я начинала, нас было очень мало. У нас действительно было там 10-20 манекенщиц, которых все знали, мы работали везде. не было такого количества. Во-первых, дизайнеров не было. И вот у нас был дом моделей Кузнецкима, с которым я работала. Все промышленные коллекции шились на меня по моим меркам. Потом приезжали различные города, различные дома моделей с разных городов нашего Советского Союза. Делался первый показ для них, потом уже показ для заказчиков и так далее. И вот потом это все рассылалось, отшивалось, рассылалось. То есть была, понимаете, некая другая, другая, наверное, как это правильно сказать, по-другому был построен этот вообще, да, структурированный был бизнес совершенно по-другому. Я стояла часами на примерках. Мой рабочий день начинался утром, я вставала как в модель, фитинг-модель, на которую мы шили. То есть там я ходила, конечно, в туалет, там попить чай. Но вот это могло длиться, я не знаю, ну, практически 6 часов могли, ну, до 8 часов в день, да, мы стояли. Поэтому, когда девочки рассказывают, падали, теряли сознание, кололи булавками, это все было. Поверьте, у меня столько было на теле всегда каких-то непонятных, в общем, таких полосочек, вот именно от булавок, да, вот в этом была работа. Потом был показ, это было очень красиво, это было такое событие, к которому готовились. И был журнал мод, была бурда рядом, да, где мы работали, где мы все снимались, работница, крестьянка, то есть не было такого количества, понимаете, журналов на тот момент. это было очень целенаправленно, то есть были, сегодня, конечно, для моделей есть больше возможностей, есть модельное агентство, там, школы различные, опять же, столько дизайнеров, всегда дизайнеры, скажем, там, девушек, там, знаете, там, не знаю, с короткой стрижкой, например, да, был более классический все-таки стиль, поэтому сейчас время изменилось, для манекенщиц, для девочек, моделей, манекенщиц, уже не называют, для моделей, есть площадка для работы, очень многие девочки, конечно, стремятся уехать за границу, там работать, ну, и там, поверьте, ну, такое количество моделей, поэтому это очень сложный бизнес, его нельзя назвать, вот, в моем понимании, я все равно понимала, что это было больше для меня, да, я это любила и люблю, и по сей день выхожу на подиум, но это больше было, знаете, как некое, не то что хобби, все равно обязательно мы учились, мы получали образование и имели работу, а это было уже таким второстепенным, вот, поэтому, тогда мы так для себя не ставили, вот, цель, что это только все в моей жизни, когда закончится карьера модели, то я вот сяду так красивенько дома и буду работать, я уже заработаю так много денег, но нет, есть, конечно, девушки, которые заработали очень много денег на Западе, но мы жили в такое время непростое, поэтому было немножко все по-другому, но тем не менее, были очень, как раз я стояла у истока восстановления, ночные показы, потом вот появление новых дизайнеров, стали недели моды, и все это вот превратилось, естественно, уже в красивый праздник моды и красоты, вот так. Спасибо, Ирина. Почему все боятся задать вопрос Наталье Гулькиной, у меня удивительно. У меня тоже вопрос в модели. Скажите, я также от фэшн-консерта, Анастасия Шукшина, видите ли вы существенные какие-то отличия между неделей моды в гостинке и... Да, я сейчас отвечу. Кстати, вы не первый человек, кто мне задает этот вопрос. Почему? Потому что я там сотрудничала и выходила на подиум и на одной, и на другой неделе моды. Я хочу сказать, чем отличается неделя моды эстет. Это не совсем, скажем, когда неделя моды эстет не диктует моду. Она делает праздник красоты, собирает всех вас, делает праздник, дает возможность, как Ирина правильно сказала, возможность молодым дизайнерам выйти и представить, если они действительно интересные дизайнеры, но нет у них возможности заплатить большие деньги за свое участие в неделе моды, понимаете? Неделя моды эстет им помогает в этом. И если они видят какую-то перспективу, особенно, они всегда поддержат и в дальнейшем, что очень важно. Потому что на сегодняшний момент очень трудно пробиться. Всегда нужна вот рука, поддержка, которая бы помогла. Поэтому неделя моды эстет в данном случае выступает как некий такой, знаете, ну, они как бы, да, как старт, они помогают, если они видят, что это интересно. Мне было приятно, вот в прошлый сезон моя подруга, которая уже сегодня, в принципе, стала известным дизайнером и живет в Италии, она когда-то начинала работать у одного художника, модельера, здесь в Москве. Потом уехала в Италию. Сегодня работает Шанель с Дульчи Габбану, то есть прекрасный дизайнер. В прошлом году мы показали ее по коллекции на играх Чатрян, мы показали ее здесь, ее коллекцию, был потрясающий показ, прекрасный. Мне было приятно, что я была первой вообще моделью для нее, как для тогда начинающего дизайнера, и она на меня тогда первые свои, в общем-то, вещи шила. И мне было очень приятно представить ее на этой неделе модой и представить ее, как говорится, всем вам. Это было очень здорово, замечательно. Поэтому вот неделя моды, это как некое, знаете, представление. Очень много театральности, много, да, есть музыки. Звери выходят, опять же, на сцену в прошлом досезоне, и песец, павлин, песец вышел на сцену. То есть, понимаете, это такое некое шоу. Когда вы приходите, действительно, вот как кто-то сказал, бабочки, это шоу, театральное шоу, такое, знаете, театр моды, вот так, вот такая театральная неделя моды. Поэтому они никого... Я думаю, не совсем это в струю я попала, так сказать. Но я знаю, слежу, у меня тоже очень много друзей, которые занимаются своими, так сказать, стилями, брендами. Я выхожу на подиум, да, как модель, мне интересно, и знаю, что и оливковый цвет в моде в этом году, и нежно-салатовый, и ближе там к бирюзе, и так далее. Все это знаю, все это мне безумно нравится, и я, конечно, понимаю, что за модой не угнаться, за ней не угнаться, потому что такое количество сейчас предлагается на рынке всего, что я уже выбираю для себя то, что мне подходит, то, что мне идет, и близко, наверное, по душе, и где я себя комфортно буду чувствовать, не буду, может быть, чувствовать себя белой вороной, скажем так. Все абсолютно на себя примерить невозможно, но стараюсь быть в тренде сегодняшнего времени дня. Я просто хочу добавить только одно. Очень многие путают моду и стиль. Дело в том, что то, что модно, не всегда идет человеку, поэтому у человека должен быть свой стиль. И иногда, например, вот показывают, там что-то вот, было очень модно. Мне это нравилось. Я на себя, вроде кажется, ну что модели может не пойти, а вот поверьте, может. Поэтому дизайнеры всегда отбирают и делают кастинг, потому что не каждые модели ты оденешь, и ей будет хорошо, и она вынесет это на подиуме так, что все зааплодируют. Бывает очень роскошная вещь, но на человека совершенно, и вы сами это знаете, это совершенно не смотрится. Она может стоить безумных денег, а другой оденет дешевле, да, но она ему идет, и она его будет украшать. И, понимаете, то есть это будет так гармонично. Поэтому вот есть мода и есть стиль. Поэтому не всегда то, что нам диктует мода, это нам идет и нам подходит. Всегда нужно это помнить и иметь свой стиль и смотреть в зеркало. Еще есть вопросы? Владимир, по вашей просьбе два вопроса к Наталье. Наталья, скажите, у вас есть любимый цвет какой-то? Или нет? Если да, то какой? Все-таки. И второй вопрос. Был ли когда-нибудь показ мод, который вас вдохновил на какую-то композицию? Вы пришли к композитору и попросили написать вот что-то такое? Вау. Спасибо. Вот теперь пройдет. Был показ мод Андрея Пономарева. Я была у него на неделе высоком моде в прошлом году. И мне очень понравился его стиль, направление, то, что он работает с кожей. Я вот сегодня и рассказала, что все платье такое в моем стиле. Я люблю кожу, люблю всевозможные клепки и, как сказать, аксессуары, цепи и прочее. Мне нравится сочетание с тканей, маленькими какими-то эпизодами. Оно может быть не все кожаное, а какие-то вставки и прочие декоративные такие моменты. Вот. И я пришла к этому дизайнеру и попросила его сделать мне концертный костюм. И вы можете увидеть эти костюмы от этого дизайнера Андрея Пономарева в моем новом клипе песня называется «Часы». Сейчас это все есть в интернете, доступно. Да. Ну, прямо скажу, сделали роскошный костюм, но в коже тяжело работать. Тяжело. Я вся мокрая становлюсь буквально после, так сказать, двух песен. Вот. И обычно использую этот костюм в большом шоу, в сольной программе, когда есть возможность и переодеться. Но обязательно выхожу пощеголять в такой красоте. Да. Это к вопросу о дизайнерстве. А первый, простите, напомните еще раз. А, любимый цвет. Вы знаете, здесь я не могу отдать предпочтение. Я считаю так. Я люблю все вообще цвета. Не то, что считаю. Я, это мое внутреннее состояние. И если настроение прекрасное, я одену на себя и желтый пиджак, и яркую, малиновую юбку. К примеру, я сейчас не говорю вместе, но можно и вместе. Вот. То есть это зависит от настроения. Очень люблю черный цвет. Не потому, что там у меня бывает часто плохое настроение, а считаю, что это определенный цвет стиля, какой-то строгости, определенности. Он может быть тоже абсолютно разным, да, добавляя какие-то аксессуары и моменты. Вот. Все цвета хороши. В каждом цвете я люблю. И все оттенки зеленого, все оттенки синего, пожалуй, это самые мои два любимых. А так абсолютно все цвета вы найдете в моем гардеробе. Я не считаю, что цвет должен быть, относиться, допустим, к возрасту, да. То есть если женщине уже, скажем так, чуть больше 35, она должна носить только темное там или... Нет. В следующий раз я приду в очень ярком костюме, да. Если меня пригласят, я надеюсь. Да. Спасибо. В ярком костюме с малиновыми бантиками. Уважаемые участники пресс-конференции, уважаемые спикеры, уважаемые коллеги, вам спасибо большое. На этом мы завершаем. Прошу всех на дружеский фуршет и буквально через 40 минут будут показы. Спасибо. Ждем вас завтра. Спасибо.